Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я вам хочу показать просто запредельный уровень гениальности в шашках. Так называемую идею Джека Бермана. Джек Берман, американский шашист, занимал в 1971 году третье место в чемпионате США по международным, ну или по другому, по стоклеточным шашкам. А в СССР он был известен после 1969 года, когда была опубликована его знаменитая концовка. В этой позиции белые начинают и делают ничью. Можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти. Хотя я думаю, что у вас ничего не получится, это что-то просто запредельное. На первый взгляд поражение белых неизбежно. У черных лишняя шашка плюс рожен на поле Е3. Тем не менее, белые достигают ничьей. Вначале нападаем, приходится отходить и нападаем снова. У черных два варианта. Если они отходят на Б4, они даже проигрывают. Играем ЕФ2, прорываемся в дамки. Ну черные тоже пытаются прорваться в дамки, но мы здесь первые проходим в дамки. И когда черные пытаются пройти, здесь бьем дамкой на Ф4, жертвуем дамку и легко выигрываем. Естественно, в этой позиции вместо ЦБ4 надо играть СД4. Ну и кажется, что белым пора сдаваться. Ну а что еще тут можно придумать? Ну все, сейчас черные забирают вторую шашку. У них уже две лишние шашки. Рожен на Е3. Ну и все. Никаких идей. На самом деле здесь игра только начинается. СД2. Сумасшедший ход. Выясняется, что в дамки бить нельзя. Потому что белые играют ЖФ2. И затем играют ФЕ3. Ну и в какую бы сторону черные не побили, белые прорваются в дамки и легко достигают ничьей. Черные это видят, поэтому бьют на С5. Ну кажется, ну тут точно надо сдаваться. Ну что тут еще можно придумать? А тут следует вторая присоска, или как я ее называю, пиявка. ЖФ2. Ну и в какую бы сторону черные не побили. Белые играют либо ДЕ3, либо ФЕ3. В зависимости от боя черных. Ну и прорываются в дамки с ничьей. Вот такая сумасшедшая идея. Следующая позиция шашиста Гуральника. Также идея Джека Бермана. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых. Снова у черных лишняя шашка. Рожен на С3. Ну и кажется, что поражение белых неизбежно. Тем не менее, мы знаем идею Джека Бермана. Поэтому легко находим ничью. Вначале играем ЕД2. У черных два варианта боя. Если они бьют дамки, тогда играем АБ2. Ну и проводим несложный ударчик с ничьей. Если же черные бьют на Ф2, что более логично. То снова следует вторая присоска. Или как я называю, пиявка АБ2. Ну и в какую бы сторону черные не побили. Снова играем либо БЦ3, либо ДЦ3. И достигаем ничьей. Идея Бермана имеет практическое значение. Например, в партии Александрович Кутузов 1933 года белые победили благодаря идее Джека Бермана. Хотя эта партия была раньше. Даже, наверное, идею Бермана следует назвать идеей Александровича. Ну ладно, не будем вдаваться в детали. Белые побеждают и выигрывают. Я, друзья, смог победить в этой позиции. Тоже порешал. Нашел выигрыш. Попытайтесь найти его и вы. Вначале играем ЦБ6. Грозим пройти в дамки. Черным приходится отходить. Теперь ставим первую присоску или пиявку. АЖ3. Ну и черных выбор. Если они бьют на АЖ2, тогда проводим несложный удар. ДЦ3. И ЕФ4. Ну и в какую бы сторону черные не побили, мы прорываемся в дамки и легко выиграем. Поэтому черные бьют на Ц7. Ну и думают, ну все, сейчас победят легко. Тем не менее, следует вторая пиявка, ДЦ3. И черным некуда бить. В какую бы сторону они не побили, мы проводим комбинации и легко побеждаем. Либо таким образом. Либо таким образом. Ну и последняя позиция на сегодня. Идея шашиста Юшкевича. Снова белые начинают и делают ничью. В это тяжело поверить. У черных снова лишняя шашка. Кажется, что поражение белых неизбежно. Тем не менее, белые делают ничью. Вот эту позицию я одолеть не смог. Ничью я здесь не нашел. Попытайтесь обойти меня и сделать ничью самостоятельно. Ладно, у кого не получится, показываю решение. Вначале играем ЦД2. Сумасшедший ход. Прорапускаем черных дамки. Затем следует следующий сумасшедший ход. ФЖ3. У черных два варианта взятия. Если они бьют шашкой на Б2, тогда играем ЕД4. Ну и какую бы сторону черные не побили, это ничья. Если бить шашкой в любую сторону, тогда прорываемся в дамки. Ну и на любой ход. Играем ЖФ4. Ловим одну из дамок черных. И это ничья. Если же в этой позиции черные бьют дамкой, тогда бьем пять шашек. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом. Через одно и то же поле перескакивать можно во время удара. Через одну и ту же шашку нет. Ну и это ничья. Второй вариант. Если в этой позиции черные бьют на поле H4, тогда следует ход СД4. Ну и снова черные какую бы сторону не побили, это ничья. Если бить шашкой в любую сторону, без разницы сюда или сюда, тогда бьем четыре шашки и грозим поймать дамку. Приходится отходить. Когда нападаем, приходится отходить. Еще раз нападаем. Приходится отходить. И играем ЕФ2. С идеей, когда черные играют АБ4, уводим дамку и грозим разменять шашку H4. Приходится играть дамкой на Е5. Тогда отдаем шашку. Ну и в какую бы сторону черные не били, это ничья. Если бить сюда, то такая ничья. Если черные бьют на поле H2, тогда занимаем большую дорогу. Ну и также добиваемся ничьей. Так, если в этой позиции черные бьют дамкой на H6, тогда бьем пять шашек соперника. Нет, четыре шашки. Бьем так, так, так и так. Ну и затем забираем шашку G7 и снова делаем ничью. Если черные в этой позиции пожадничают, попытаются выиграть, вроде бы кажется, что можно выиграть. Таким образом сыграть на G5. И если белые побьют раз, два, три, четыре, допустим, куда-нибудь сюда, тогда черные уже могут победить. Видите? Таким образом. Хотя тут тоже ничья. Можно сюда сыграть. Ну ладно. Ну, в общем, тут у белых выигрыш на самом деле. Если черные бьют на G5, мы бьем хитро. Мы бьем так, 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 так и так. И красиво побеждаем даже. Ну это черные тут ошиблись. Вот такая сумасшедшая идея американского шашиста Джека Бермана. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество лайком и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шажечной доступе. Спасибо. Спасибо.